Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли Тили-ли-ли Смотри, сейчас парадоксальная штука будет Наше сознание течет непрерывно Непрерывно? Конечно Постоянно течет А как же тогда стабильность? Все люди ищут финансовую стабильность А есть ли вообще стабильность психики? Говорит, у него психика нестабильна А как она может быть стабильной, если сознание постоянно течет? Если стабильность – это остановка, да? Стабильность – это остановка. А сознание, оно постоянно в движении? Да, как только сознание остановилось, оно покидая тело, пошло дальше. А тело идет на кладбище, и сознание тоже создает новое тело. Тело и новое тело. Тогда поговорим о стабильности, да? Поговорим о стабильности. И тогда самая больная тема – финансовая стабильность. Все же хотят финансовую стабильность. На финансовую стабильность у нас целый социум построен. У нас есть пенсионные фонды, у нас есть все, что связано с гарантией страхования, с гарантией того, что с тобой ничего не случится, кто-то тебе должен гарантировать при текущем-то сознании. Ну, и ты знаешь, тут же второй аспект. Если наше сознание постоянно течет, то насколько мы все не с плывущей психикой, не с плывущей безумной. Насколько мы все стабильны. Насколько мы все стабильны. Стабильны – это уже не ртой. Парадокс. Это ж об этом, в том-то и дело. Поговорят, его состояние здоровья стабилизируется. Как рассматривать это все на самом деле. Смотри, какие парадоксальные вещи. На самом деле парадокс. Парадокс. Если мы говорим о парадоксе, тебе врач-психиатр скажет, если вы воспринимаете реальность через призму парадокса, у вас шизофрения, матушка. Потому что ты можешь быть либо хорошей, либо плохой. Либо черной, либо белой. Либо ты стабильный, либо ты нестабильный. Тогда стабильность – это ловушка. Ловушка, конечно. Ловушка. Так что такое психика? Это ловушка сознания? Тогда стабильность – это игра. Потому что игра – это ловушка. И тогда как создать иллюзию для сознания, что сознание движется? Замкнуть. Вот как мы сейчас говорили, кстати, про пробочку в ванной. Замкнуть. И вот этот вихрик. Тогда это и есть стабильность. Видимая стабильность. Бег по замкнутому кругу. И тогда наше тело – это такая же вихрь, как мы и видим это. То есть вот это вороночка. Любая игра – это вороночка, ловушечка. То есть вот оно – бег. Это циклическая ошибка. Человек уступился на работу день, ночь, день, ночь, день, ночь, день. О, я облилась. Жизнь прошла, кладбище. Следующая жизнь точно так же – день, ночь, кладбище. Да, да. В принципе, сознание продолжает течь, но оно течет по циклической ошибочке. Да, и то есть создается иллюзия сна. Вернее, не так, иллюзия движения для сознания. И сознание в это время спит. И тогда финансовая стабильность. Бег по замкнутому кругу. И ты только, знаешь, так. Куда мы движемся? Вниз? Вверх. Или вверх? Все равно вороночки. Камнем вниз? Да? Или птицей вверх? Но воронка. Тоже задумалась, да? Зависла. Я тоже так, смотри, как. Да, понимаешь, и при этом по парадоксу, если ты занимаешься любимым делом, интересией, если твое сознание варит на поролон, то создается иллюзия абсолютной стабильности, абсолютного равновесия, абсолютной гармонии. Абсолютной, абсолютной, абсолютной. Ну, слово абсолютной тогда хочется соизмерить с драконом. Потому что вот эта гармония, она возможна только в силовом состоянии. В силовом, световом, наполненном состоянии. То есть это все соединено с ресурсом. И тогда ресурс денег, ресурс финансов тебе становится открыт. Ну, тогда он бесконечен. Он бесконечен потоком. Это потоком состояния бесконечным. Да, это такой же... Да, да, в том-то и дело. И причем безграничен. И смотри, можно сказать, ну как же безграничен? Это же зависит от материи. Сколько бумажек напечатают? Сколько монеток выкуют там или выпрессуют, да? А это уже сразу, если сколько, то это ограничение. А здесь нет. Смотри, как сознание. Ну, тогда будет крипта, тогда будет еще. Любой будет выход. По-любому выйдет. И сознание все равно находит выход. И таким образом получаются... Разные игры просто, но при этом... ...патерия нееспечена, тьмут деньгами. Но все равно выход будет. Будет ловушка, выход. Ловушка, ловушка, выход. Все по подобию. Вопрос, каким образом удерживаться, и где твоя личная гармония. То есть, когда мы говорим про финансовую стабильность, мы всегда будем говорить о гармонии. И финансовая стабильность не может быть вырвана из контекста гармоничных отношений, семьи, детей, гармоничного здоровья. Когда человек здоров, не может быть вырвана из контекста. Кстати, на эту тему существует сегодня много подмены. Вот посмотри, когда создают фильмы про богатых, успешных, их почему-то создают в образе негативном. Что вот они такие злые, там, скруджи-магдаки, да. И когда создают образ, там, нового русского, он обязательно, там, яхта, девки, там, гулёна, там, и так далее, и так далее, и так далее. А если взять сериальную жизнь и посмотреть на людей успешных... И причём это считается достатком, что это, знаешь, показать достаток, это вот это, да, девок, да, и мужчин. А на самом деле, если возьмёшь людей успешных, ну, во всяком случае, я так-таки это всё соизмеряю со своими жизненными опытами, с людьми, которых я встречала в своей жизни, кто вот пересекался в моей реальности, они все были успешными семьяниями, у них у всех были свои семьи, кстати, многодетные семьи. Они все были хорошо образованы, никто из них не был гулёный, никто из них не был безумцем, никто из них, кстати, даже алкоголь не употребляли, и даже один чувак не употреблял алкоголь, очень богатый человек не употреблял алкоголь и говорил, что мне клетки моего головного мозга дороже, в моей голове ценнее. Прикинь, и то, что существует сегодня в виде фильмов, в виде навязанного стереотипа для молодежи, это в чистом виде лож. Ну, на самом деле все фильмы – это инструкции. То есть выбирай, любую абсолютно, без разницы. Главное, чтобы ты по этой инструкции жил. Чтобы ты только сам не создавал инструкцию эту для себя. Главное, чтобы ты спал. Выбирай, любую, видишь, как работает это все. Если ты пошел за чужим, ты уже осел. И идешь за чужим морковкой. Если ты хочешь быть Богом, то ты создавай себя. Тогда слово «Бог» неуместно. Тогда мы говорим о создателе. Поэтому все, что связано с реализацией, с успехом, с финансами, с иллюзией стабильности, с гармонией. Это все про самостоятельный подход. Да. Это все про моменты включения сознания, взятия на все ответственности. Это все про Создателя. Тогда Бог понятие как таковой отсутствует. Да. Либо ты Создатель, либо ты осел. А третьего не дало. Овен, нет, дожди. Овен, да. Не осел, а овен. Либо ты Создатель, либо овен. Либо овен, да. На паству. Ну, когда про овнов, тогда сразу. Тебе нужен обязательно дух овна, тебе надо грех овна, и тебе надо цирк овна. И вот ты уже идешь духовный, греховный, цирковный, пошел в жизни. Вот она, раскладочка. Все просто. Смотри, опять-таки, смотри, вернемся к взрослым родителю и ребенку. Ведь именно родители своему ребенку навязывают, посмотри, вот это престижно, посмотри, вот у того там то-то, надо выбирать вот такой, что ты ерундой тут занимаешься, вот надо чем, там деньги. То есть смотрят, да, вместо того, чтобы с любовью и чувствами чувствовать своего ребенка и направлять, даже не направлять, а укреплять, во-первых, увидеть в ребенке талант его личный и этот талант укреплять, то есть развивать, раскрывать, давать возможность в этом раскрыться. И вот это, в этом как раз-таки стабильность. Ну, тогда наша стабильность изначально определяется стабильностью наших родителей. Да, конечно. Наши родители закладывают нам базовое программное обеспечение, замечу, все рамки, вот которые заложены, мало того, что они дают тело рамку, да, следующие рамки, психика, формируют родители, следующее расширение. Это все сформировано нашими родителями, и чем больше мы расширяемся, тем больше программ нам надо в себе найти и удалить. Потому что они все равно скопированы и заполнены, скопированы наших родителей. Конечно. И если мы хотим идти дальше наших родителей, нам надо расширяться по-любому дальше и двигаться дальше. Расти. Расти. И тогда мы растем. А значит, ребенку надо свободу давать, а не ограничивать. Конечно. А свобода – это любовь. И тогда надо ребенка учить быть чистым, искренним. А это все чисто благодарности. То есть, если мы говорим опять-таки про финансовую стабильность, мы будем говорить про благодарность. Да. Ну, никак ты не уйдешь. Да, да, да. Точно так же, как мы. Если хотим говорить про психическую стабильность, мы будем говорить про благодарность. Ты не выйдешь в чистоту, в искренность без благодарности. Никогда. Ты будешь жить в больном искаженном мире без благодарности. Просто, просто, благодарю, благодарю, спасибо, спасибо. Это не об этом. Здесь автоматизм уже не допускается. Да, да, да. Потому что за благодарностью следует осознание. Да. Следует связь с разумом. Потому что разум сразу. Ой, здесь пошла благодарность, значит, надо создание новой игры. То есть благодарность без создания, это птица на одном крыле, это инвалид. И поэтому просто автоматически благодарю, 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 значит, на одном крыле ты снова полетишь. На одном крыле ты просто будешь, да. Ну, может быть, где-то ты подгребешь повыше водоломя. Чтобы затрудниться. Да. На крючечку. Да, да, да. Искренность только на благодарности. Это и чистота, искренность, чистота. Это действительно, свет, это только от благодарности. После, вот, когда ты осознаешь благодарность абсолютно всему тому, что в твоей жизни произошло, происходило, происходит, даже каким-то горю какому-то, да, даже какому-то, ну, такому неприятному какому-то событию, просто замри и не впадай в транс, не беги в церковь, а просто сядь и найди благодарность этой ситуации, которая с тобой произошла. И это есть, и будет выходом. Да. Не прячься за плечи кого-то, не прячь, не впадай в этот транс, как я говорю, а просто возьми себя в руки и найди благодарность. Да. Найди, о чем это тебе ситуация. И вот это и будет выход в твою другую жизнь. Это как... Ну, видишь, когда мы говорим о неблагодарности, для большинства людей сразу идет завал автоматический режим. Спасибо и все. А ведь здесь ключи, а соединение с разумом и создание новой игры. А это значит завершение старой. Вот этот момент перехода завершения, благодарность создания. Вот это границы стабильности. То есть большей стабильности от сознания ты не найдешь. Это вот тхание вот в этих границах. Вопрос, как быстро запустить осознание. И вот здесь видишь, даже парадоксально мне иногда смех разбирает. Но вот человеку говоришь заполни стонкет. И человек, который не сделал, не распечатал стонкет или не купил нашу эту пачку, готовую стонкет, он что, не заполнит? А знаешь, Потому что лень и жадность. И обесценивание. И обесценивание. Пустое. Таким образом, он не научится выходить в состояние осознавания. То есть у него автоматически не пропишется осознавание. У него останется просто короткое спасибо. А процесс осознавания не запустится. И когда человек заказывает анкеты благодарности, я понимаю, этот уже вынужден будет работать. Почему? Потому что хочешь, не хочешь, а жадность будет мучить. Я же все-таки за них заплатил. И поэтому они должны вообще нормально дорого стоить, чтобы человек уже не спрыгнул с этого пути. И в то же самое время в этот вагон тогда запрыгнут далеко не все, потому что жадность прямо на входе. А вот обрубит. Вот это такая... Я распечатаю. И это, конечно, такая ловушка для сознания. Кстати, она все время меня веселит, но как бы не было это смешно, это на самом деле грустно. Потому что когда человек говорит, я опишу какие-то, сколько он написал? Ну, десять. Одна мама мне была написала, это из новых, она написала, я на всех запомнила уже анкеты. Типа, я наше задание выполнила. Поняла, наше задание можно выполнить. На всех заполнила анкеты? Я заполнила на мужа, на маму, на папу, на ребенка. И я, поскольку анкеты на каждую заполнила, по одной. И я молодец. Я правильная девочка, я отличница. Я домашнее задание написала, какие будут дальше указания. И вот смотришь на это и понимаешь, блин, вот этот автоматический роботизированный подход ты не выкинешь из человека, пока он не включится полностью самостоятельный подход, свой мозг. Когда он до него не дойдет до глубины, что сперва надо осознать, через осознание выйти в благодарность, а через благодарность ты оказываешься без игры. И тебе хочется вернуться, вернуться в старую игру. Не забирайте мою любимую куклу, не забирайте от меня болезнь. И тебе в этот момент надо создать новое, а потом будет следующий реток, когда там будет уже не сама игра, а будут страхи относительно этой игры. Как страхи в болезнях держат. Сколько мы сталкивались, когда видишь, все, человек пошел, честная работа, все, а страх сковывает и все, и обрезает, и человек не может двинуться, потому что сковывает страх. И тогда, да, тогда возможно помощь с физическим. Тому, кому доверяет человек. Если он доверяет медицине, значит, подключай таблетки, иначе тебя будет сковывать страх, и ты не сможешь сдвинуться с места. Ты будешь висеть. Ну, хоть так. Главное, чтобы ты двигался, чтобы ты поправился. Чтобы ты подсознание сказала, ну да, ты изменился. А вообще, если ты честно отрабатываешь эти благодарности, то очень многие вопросы сами по себе рассеиваются. И если ты отработал эту маленькую восьмерочку, связанную с осознанием, с благодарностью, и с осознанием, уже очень много. Уже можно говорить финансовой стабильности. Сюда осталось добавить интерес, любимое дело, и все. Смотри, вот я как раз, пока ты говорила, я прям зависла на самом условии стабильность. Любая стабильность, финансовая, возьми финансовую стабильность. Мы говорили уже, что это игра, ловушка, да, но на самом деле это конечность. Стабильность приводит к конечности. И тогда поговорим по образу и подобию. Стабильность точно такая же наша жизнь человеческая. То есть, смотри, человеческая жизнь стабильна. Мы живем в среднем 70, 80, 90 лет. Это ведь тоже о стабильности. Это конечность. А сознание, оно бесконечное. Так вот, смотри, финансовая стабильность на самом деле не приводит ни к чему. Стабильность это остановка, а значит перезагрузка. Именно нестабильность движет материю. Стабильность приводит материю. Да, 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 да. Начинается и дело перераспределения, и все, а теперь берем стабильность жизни человека. То есть, человек, вот, стабильность, и где-то после 50, эта стабильность превращается во что? В болото. То есть, вот она стабильность, конечность. То есть, уже начинается другое. Стабильность теряется интерес. Интереса нет. Вот, так вот, смотри, теряется смысл. Финансовая стабильность, она приведет к никому, то есть, опять к разрушению, к ничему. И тогда благодарность нестабильности. Правильно? Потому что именно благодаря нестабильности вот это вот, пока тело не услышит, да, оно движет. То есть, хочешь не хочешь, будет двигаться. Будет как, хоть осознанно, хоть неосознанно за морковкой, но будет двигаться за деньгами. Мы же с тобой не просто так разрабатывали программу финансовую стабильность. Да, да. Ключ помочь человеку открыть интерес. Да. Только в этом. Золотой ключик это интерес. И следующий дверца на хвосте Папы Карла. Да, да, да. Вот эта дверца на хвосте у Папы Карла, это расширение сознания. То есть, эти две вещи выход, да. Выход в расширение. Открыть свою дверь с золотым ключиком. Вот это наш курс, да. И тогда ты будешь иметь этот золотой ключик. А уже какое золотое платье или железное ты сам себе нарисуешь. Какое тебе нравится? Или алмазный, бриллиантовый. Он будет нарисованный или не нарисованный. Это уже, да, твой выбор. Что будет в твоей реальности. Сам факт, что у тебя будет интерес и у тебя будет ключик. Ключик, да. Тут важные моменты такие, блин. Я понимаю, какую сложную задачу поставить. Для нас это эксперимент на те 20 участников, с которыми мы будем работать. Ты знаешь, ведь этот эксперимент потом очень легко трансформировать, вообще легко, на любой бизнес. Вот приходит бизнес-мейн и говорит на консультацию, у меня там проблемы, там-то, там-то. То, что мы уже делаем даже, когда людям на вопросы отвечаем, потому что наша сфера интереса сюда потихоньку перетекает, да. Потому что это управление реальностью на самом деле, когда ты осознанно создаешь мир каждый момент здесь и сейчас. Да. Она же интересует наш мир, который мы создаем. Попробуй создавать каждое мгновение. Сперва это даже в голове не укладывается. Казалось бы, я закину только в день, там, три-четыре точки. Потом, с херали, я все остальные точки должен проживать чужие. Значит, пошло уплотнение. А потом, а вообще, что за декорации? Почему я должен в этих декорациях проживать, а не в этих? Пошли декорации, пошли. То есть, шаг за шагом это вопросы позволения себе, расширения сознания. Так вот, это те фазы, которые мы сейчас тренируем. Постепенно просто мы до всего этого доходим. Но если мы уже говорим об углублении, то вот те же самые вопросы с бизнесом. Вот, есть бизнес. Хлоп, он идет. Он успешен. А ты смотришь, а он не очень хороший бизнес. Хлоп, и его уже нет. Потому что это такой же мир. И управление этими мирами, оно абсолютно реально. Абсолютно реально. Просто мы к этому не подходили. И ты знаешь, если посмотреть после бизнеса на другие проявления жизни, отношения, где внимание, там точно такой же мир. Все, психика, по образу и подобию. Абсолютно. Это полное правление мирами. Смотри, даже вчера осознанно, даже вчера на стриме, когда, да, мужчина обратился со своим бизнесом, подгрузились и видим конкретно его бизнес. Вот его. Ну, просто. Интерес словила внутри какой-то? Конечно. Его. Но я словила четко вирус. Вирус, который был... Я сейчас про наш интерес. А, это да. Конечно. Про наш, да. Вот они, когда тебе какая-то тема интересна, и я сижу, какой-то мужик обратился, по мне проходит, мне интересно. Мало того, сейчас я сидела как раз, ты тоже говорила, да, ты произнесла 20 человек на курсе, ну, у нас этот, который будет, а я вдруг понимаю, вот просто вдруг вижу картинку, я конкретно вдруг увидела вот эту вот мир из 20 человек на курсе. Я примерно. Я просто увидела, не знаю даже, как произнести это сейчас, но я вдруг понимаю, что вижу вот этот мир, который вносится, вот прям так я вижу, куда его положи, он как солнце. То есть я понимаю, что я вижу не вирус, а, как это сказать правильно, противоположность вирусу. То есть то, что силу, силу жизни, да, вот оно, жизнь, вот. То есть я увидела, как вдруг понимаю конкретно, я не знаю, как это на слова сейчас положить. Где посеешь, там собирай. Вот как вирус распространяется, его так посеял, да, и все так начали чихать. Так вот я прямо увидела вот этот красивый мир из 20 вот человек, да, и его, и там солнце. А, вот как солнце, и там жизнь, и там жизнь. Там очень много будет, Там желающих, да, будет. просто реально взять всех нереально. Когда хоть на спину, и неудобно. А я еще обращаю внимание, что когда дверь открывает, холодно еще. Вот все-таки, когда дом не жил еще, да, когда ты еще не переехала, оно вот чувствуется, что пока еще там где-то будит, режется. еще месяц, и оно все будет наполняться, и как раз солнце будет, апрель, и все наполняться будет. Это точно так же, смотри, да, это точно так же, как женщина беременна ребенком, и пока он в животике, он наполняется жизнью, и что ты туда внесешь, в каком мире эта женщина будет жить, такой мир будет закладываться. И поэтому, когда ты свой дом делаешь с любовью, мы тоже когда создавали, настроили свой дом, там все это делали, столько было желания, столько было огня, такой кайф. Тоже. Такой любимый. Мы приходили домой и просто наслаждались дома. Вот просто это, это был наш мир такой. Он не то, что был, он до сих пор, да. Мы тоже два этажа готовы, куда мне хожу и просто тащусь. У нас уже 20 лет, и надо, конечно, ремонт тоже сделать, глядя, тем более посмотреть, как вот уже, как вы делаете. Мне уже хочется все, но тоже, но это начать. Ты знаешь, все, что касается теперь по ремонту, я тебе могу рассказывать. Тем более. Потому что все, что касается этого дома, получилось так, что была я сама. И я, когда оглядываюсь на вот эти полгода назад, я понимаю, какое это безумие. То есть женщина, которая вообще ни хрена не соображает в строительном деле, которая занимается психикой, которая в это время пишет книги, да, и полностью в своей работе, и взять, и вот так вломиться в строительное дело. Это нужна любовь, это желание, вот он, интерес. Я иногда ломлю себя, что это действительно чокнутая. Да нет, это и есть, это и есть правильно, это абсолютная искренность, это и есть любовь, это и есть свобода, это не чокнутость. Абсолютно. Абсолютно. Энергии на этой маячокнутости подтянулся муж, потом подтянулись дети, потом очень много пришлось мне делать самой, включая поездки даже за границу, там и все. Но ведь это интересно было. Мне было интересно. Так я же просто и говорю, ты свободна. А помнишь, вот как осенью я ездила, когда я не могла купить там бытовую технику, то, что нужны модели, как раз в Беларуси были пропали. И мне требовали, иначе нельзя было заказать кухню, и говорили, вот точно это должно стоять, вот оно у вас должно быть, а его нет. И я тогда вот вынуждена была несколько раз съездить, и ты знаешь, я вдруг вспомнила 91-й год, и я тогда такой кайф словила, мне было 20 лет вообще. У меня эффект омоложения прошел. Причем, ты знаешь, мне друзья, знакомые говорили, ты вообще-то сумасшедшая, ты жизнью рискуешь, там снег начинался, там голодный... Какой жизнью рискуешь? Жизнь только начинается, интересно, да? Для меня это было такое приключение. Я вспомнила 91-й год, свою студенческую молодость. Никаких проблем тут проехать, поехать забрать, там все заказано, привез, все. Жизнь прекрасна, жизнь интересна, когда ты в искренности, в любви, в счастье, и ты просто валишь, а не замыкаешься. Да. То есть, потом, конечно, я когда увидела уже, что можно было не кататься, можно было все здесь взять, но уже время ушло, так бы я несколько месяцев потеряла. А так, я эти месяцы сэкономила. А еще увидела, не тогда, но в ТикТоке человек показывает, мужик, кстати, показывает, вот как он строил дом, не строил, а ремонтировал. Вот он там купил дом, и вот он там ремонт делал внутри, и вот он, что он сделал за полгода. И он показывает, что он сделал за полгода, я смотрю дома, стыдовище, блин. Просто стыдовище. Жена должна тебя нахнил выгнуть. И понимаю, что если бы, если бы я осенью тогда не взялась, вот со своей энергией, со своим напором, то у нас было бы то же самое. То есть, на самом деле, все определяет женщина. Энергия женщина определяет полностью. Дом, быт, уют, время, скорость, и все определяет женщина. Мы за год построили дом и обустроили его внутри. Ремонт, все, мы полностью же построили. Тоже за год. Нам хотелось. В 2003, а в 2004 мы заселились. И сейчас уже 20 лет прошло. Почти. Вот. И надо ремонт, да. И я понимаю, муж сопротивляется, а я понимаю, что это, это как новая жизнь. Это как, знаешь, как мы, как сознание покидает тело и переходит в другое тело, потому что уже неинтересно. Ну, то есть, это тело стада, да. Вот. И это точно так же, если человек боится сделать ремонт в доме, ну, я не говорю про, там, ну, хотя имеет человек право, там, раз в три года, как хочет, да. То есть, то есть, не вопрос. А здесь 20 лет почти. Такой стабильный, стабильный, блин, конкретный ремонт сделать. Полную смену. Это то же самое, как смена тела. А значит, что? Это новый будет ресурс. Это как новая жизнь. Да. Сила новая. Но это полностью все. Это ты как полностью переродился. Вот. Вот. Как старики. Они же уже не делают ремонт в своем доме? К нам говорят, хватит. Вот. И все, остановочка. Камнем вниз, да. Вот оно. Пока ты крутишься, пока ты держишь ресурс, а потом ты просто летишь вниз. А как только ты перестал, да ты просто и пошел. Да. А пока твое сознание ты живешь. Да. И поэтому, ты знаешь, вот когда ты горишь какой-то идеей, когда тебе интересно жить, вот этот интерес, когда тебе не важно даже чем ты занимаешься. По мне, опять-таки, мои вот и дети ржут, и родственники смеются периодически. Вот. Если я увлекаюсь какой-то темой, мне вообще не интересует, что обо мне подумает окружающее, как это скажется на моем имидже, как это скажется на финансах, как это скажется, ну, вообще, то есть это полное безумие. Но при этом, если мне интересно, и я хочу это сделать, реализовать и навести до конца, мне все будет. То есть я пошла, я делаю сама. Я тогда не бегаю, не прошу, помогите, сделайте за меня, ты мне должен, или еще что-то. Нет. Вот у меня есть такие... Это независимое. У меня есть такое-то желание, вот это, это я могу сама, это сама, и очень много вещей, которые я делаю сама. Кстати, интересная тема, вот когда сюда уже переезжали, начали вещи перевозить. И возле дома меня встретила морщика, которая работает там у нас, и говорит, вы переезжаете туда. Она говорит, ну, разговаривались там, пару слов сказала, вот, говорю, еще, говорю, уборка не закончена, поэтому пока вот по чуть-чуть переезжаем. А вот, говорю, еще там грязи много. Она, а почему вы клининговую службу не вызовите? Я вдруг встала и задумалась, а почему я принимала службу, не вызвала? А я не хотела видеть никого чужого в своем доме в новом. Понимаешь, вот, и я реально вот все здесь, очень много чего делала своими руками. Мне было пофиг на все эти имиджи, образы и так далее. Тут уже не в имиджах и образах дело суть. Просто, во-первых, у вас новое, ну, вы же все сделали новое, поэтому тут убрать собой можно. Просто строительные пыли было столько, что я просто охреневала. Реально, это было жестко. Я не знала, что такое гадкое. Ну, на выходе сейчас уже. Ну, видишь, это про, вот оно, расширение и потом будет стабильность. И потом, либо ты вот и снова в расширении. Да, 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 да. Так каждый раз. Каждый раз надо сказать, как ты вдох. Да, 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 Вдох – это жизнь. Ребенок, когда рождается, что он делает? Первый вдох. Вот это, это и есть жизнь. Да. Поэтому, вот все, что касается вот этого первого вдоха, вот его надо будет запускать по бизнесу на финансовой стабильности. Именно так, да. выдернуть из того, что человек имеет сейчас, конкретно запускать вот эту тему, а эта тема запускается на уровне психики, она не на уровне тела запускается. Но для этого человек должен знать, чего он хочет. Да, согласна. Спасибо, прошу, я тебя не знаю. Я хочу тебе сказать, я опять почувствовала вчерашнего мужчину и просто знаю, что вчера конкретно у него был вдох. Случился вдох на стриме. Вчера на стриме два человека мы выдернулись, я на два. Есть те, которых чуть-чуть подкорректировали, там по мелочам, там пойдешь направо, пойдешь на вело, тебе все равно еще полезно идти. А два человека мы выдернулись. конкретно, это хорошо. Да, да, да. И со временем, ну, наверное, да, не дойдет. А как повезло, тогда на стриме. А вчера, вчера мне что-то перло, мне хотелось с людьми работать, я соскучилась. Видишь, этот полет в Москву, потом вот здесь работы было много, у тебя было много работы, и мы получили, что вот после выходных пришли вот с абсолютно свежими силами, просто руки чесались. Да. А сейчас чувствуешь, как вот хочется вот этот курс финансовую стабильность? Прям вот, я чувствую огонь, прям вот огонь жизни. И вот я просто знаю, да, а когда вот этот огонь жизни, когда этот интерес, ну, ты точно тогда просто валишь, это действительно такое пламя, классно, солнце. Вот я прям чувствую желание этого курса. Интересно. Даже вижу. Когда ты накапливаешь много материала, у тебя есть потребность импотификации. Да, 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 да. И я, кстати, его сделала закрытым. Я знаю. Закрытым по одной банальной причине, чтобы люди, которые будут участвовать, могли открыто говорить, чтобы у них не было страха, что о них кто-то узнает в спину. Это будет закрытая решение. Это правильно, конечно. Мы с тобой поговорили об этом, что лучше закрыть, да. Это как консультацию, то есть это такой формат, когда такие вещи закрываются, потому что человеку должно быть комфортно. Мы не благодарим за то, что он поддерживает тебя, а он благодарен тебе за то, что ты помогаешь. Тут все, и на это все не закрывается. Да. И при этом я вспоминаю, какую роль в моей жизни сыграло обучение, когда я ездила и впервые встретилась с Уфей. И там тоже по бизнесу были конкретные вещи, связанные с управлением, со всем. Основные вещи. Там со мной никто не работал, никто не дергал. И я при этом осознаю ценность этой поездки, ценность этой программы, как она перевернула мою жизнь. Интересно, что я ездила везде, а я никуда не ездила, я не занималась, я просто всегда знала внутри, что у меня после 50 жизнь резко изменится. И знала всегда, что я по-другому смотрю. Сначала даже не так. Я маленькая, ну, как маленькая ребенком, я смотрела на жизнь, и я думала, что я вижу то, что как бы и другие видят. Ну, в плане не видеть там сущностей каких-то, нет, глубину знаний. А потом я стала замечать, что это только я, ну, как бы это мое видение. такое. И при этом я никогда со своим мнением не навешивала человеку, то есть я не сказать, не спорила. Я могла сказать, да, но вижу, человек не услышал, я не спорила. И вот на самом деле, вот то, что не спорить, не вступать в эмоциональные какие-то на тему, вот эти, как сейчас даже любят насчет войны, поругаться родственники, ну, это вообще, вот на самом деле это и помогло оставить сознание чистым, не засоренным. Я где-то открывалась, но видя, что у меня, ну, как бы расходятся наши мнения, я не старалась, доказать, у меня вообще этого не было. Я просто, я даже могла говорить, ну, у тебя твое мнение, у меня мое остается. Вот благодаря этому знание в чистом виде, вот они просто, сознание в чистом виде осталось. у меня был интересный момент в 24 года, даже возраст запомнила, потому что потом заболела. Так вот, там был момент, когда я чётко ощущала, это даже не просто там чувствовала, я не веду какие-то нормы понимания, вот это так, вот это, я просто чувствовала, вот как будто мне на стену, на тело легла бетонная плита ограничений. И эти ограничения, то есть, если ты вот так правильно и вот так правильно, а здесь правильно, вот здесь правильно, 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 А все неправильно исключить. То есть методом исключения, тем не под противного, да, заходим в доказательство. Если мы исключаем все неправильно, то оказывается, что вот это правильно становится неправильным. И в какой-то момент, у меня очень сильно была развита математика в голове и математические подходы такие инженерные, и в какой-то момент меня переклинило, я вдруг поняла, что вот эти все правильно, они просто это бетонная плита, которая не имеет смысла. То есть она просто сама по себе не имеет смысла, она безумна. То есть когда человек ищет эту правильность, он ее не найдет, это невозможно. И, наверное, это тоже один из моментов, который помог мне выбраться из, ну, и тогда из тех моих представлений, из того сна. И потом дальше уже, дальше был просто расчет на себя, на свои силы, взять ответственности на себя. За свою жизнь, за свое тело. А потом вот уже, еще позже я пришла, что за бизнес надо брать ответственность. Потому что тогда у меня был свой бизнес. А потом, видишь, как я только в жесткой семье воспитывалась, где бизнес было иметь стыдно. Видишь, как меня немножко ломануло назад. Но все равно я к своему пришла. Видишь, я всегда в свободе. Росла всегда в свободе. Ну, как росла, жила в свободе. То есть свобода – это вот мое состояние. И я только в свободе и в интересе. То есть если я чем-то увлекалась или я где-то была, значит, мне это интересно. Как только мне этот интерес, ну, это искренность тоже. Как только интерес у меня пропадал, я не могла оставаться. То есть я уходила и создавала. То есть он пропадал тогда, когда я здесь брала все, что мне надо было, да. И создавалось новое. Создавалось. То есть это вот как текучее сознание. То есть интерес, интерес, интерес. И он искренний, он чистый. То есть не такой, который обязывает, обязывает, и ты обязывает вот это, да, обязать. Нет. Свобода, свобода. Вот. И я даже в чувствах своих, если я говорю, я люблю, то я люблю. То это от меня идет изнутри меня. Если мне, ну, скажи, что ты любишь. Просто так я не скажу. У меня, ну, это, я могу сказать, но это будет, ну, как театр какой. То есть это не то. А вот, и вот эта вот искренность, на самом деле, это свобода. И я понимаю, что я, я свободна, на самом деле, по своей сути. Действительно свободна. И в то же время, есть зависимости у меня, но при этом, они мне интересны. То есть зависимости я имею в виду, то, чем я занимаюсь, да, игры мои, да, зависания. И они мне интересны. И в этом я чиста. Ну, искренне, в смысле, я в этом плане. Вот. Ну, это так, осознание. Очень много всплывает из детства такого интересного. Свобода. Любовь – это свобода. И жизнь – это свобода. И искренность – это свобода. Чистое сознание. Чистое сознание – интерес. Сплошной интерес. Вот эта световая часть человека, которая дает ресурс. А в чем этот ресурс будет выражен? В деньгах и в здоровье, наобщине. И самое главное – это понимание, что оно все по подобию. Вопрос расширения на другие контуры. Вот этот вопрос сейчас реально, это как, даже если ты на сегодняшний день можешь посеять маленькое зернышко, даже если ты его посеешь на большом поле, то, возможно, это дуб, и он займет, или там грецкие орехи он займет значительную часть поля, потом даст свои плоды, и рассеется, и потом лес будет из таких же красивых орехов. Вот смотри, я не знаю, что за курс будет, но это будет бомбический курс. Вот ты сейчас говоришь, а у меня сразу опять вот этот курс финансовой стабильности, и я сразу именно вижу вот это зерно, как ты говоришь, и я вижу, я же вижу, что вижу, и фу, фу, я вижу. Представляешь, что это курс будет? Понимаешь, я просто хочу, вот просто прямо, блин, вот крутила-крутила, не хотела говорить в этом подкасте. Я хочу, чтобы в Беларуси был офшор. Я хочу, чтобы здесь был офшор. Я хочу, чтобы здесь сняли все финансовые ограничения. Это страна богов. Да? Я этого искренне хочу. Я знаю, что в Беларуси потенциал людей, образования, развития, благодарности, он охрененный, тут солнце. И если это солнце позволит себе, просто позволит себе качать деньги между Европой, Китаем, Россией, США и так далее, Минск, это же Менск, Мена, это страна Мены. Это самое то место, откуда может начаться совершенно новая игра, да, Белая Русь, это не просто так, это новая игра. И здесь будет как-то. Белая Русь. Ну, не будет иначе. Ну, не будет иначе, никогда не будет иначе. Только Белая Русь. Здесь земля богов стартует, без вариантов. И пускай белорусы это услышат. И это возможность наша, увидеть свою возможность, вот эту, потому что она очевидна. Как только Беларусы услышат, россияне, украинцы, все остальные пациенты. Потому что понимают эти вещи. Это очевидно. На земной шар, посмотри, на карту посмотри. Расположение, да. И, кстати, сейчас все делается. Золотая земля. Смотри, как она начала соединяться. Я когда смотрю, поездки. Супер. Субтитры сделал DimaTorzok